МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей СОРОВ-24. В студии Катерина Пионова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. О капитальном ремонте школ и преобразовании МУПа прошло очередное заседание планового бюджетного комитета. Уплывем, каким будет паводок. Зарница-2022 в СОРОЕ проходит муниципальный этап областных соревнований. Далее расскажем обо всем подробно. Из городского курьера в ТРВ и обратно в СОРОЕ появится еще одно муниципальное предприятие. Этот вопрос депутаты обсудили на заседании планового бюджетного комитета. Также речь шла о корректировке бюджета. 6 миллионов 200 тысяч рублей поступило в бюджет СОРОВ из области на ремонт дороги на улице Димитрово. 5% должен добавить город. Также необходимо выделить софинансирование на капитальный ремонт кровли школы номер 5. Она включена в государственную программу. На 95% работы оплачивает область, но из-за удорожания материалов необходимо добавить деньги из бюджета города. Изменения в главном финансовом документе представители администрации обсудили с депутатами на очередном заседании планового бюджетного комитета. В областные субсидии поступили на сумму 313 миллионов рублей. Именно на эту же сумму увеличиваются расходы бюджета. То есть и доходы, и бюджеты, и расходы увеличиваются на одну и ту же сумму на 313 миллионов рублей. 113 миллионов поступили на капитальные инвестиции, в том числе на продолжение строительства школы на улице Зоргия. Также выделили деньги на капитальный ремонт центра образования из старого здания школы номер 11. Предполагается выполнение работ в двухлетний период, начало строительства 22-й год, завершение 23-й год. На этот год, на 22-й год довели 179 миллионов, 75 миллионов довели на 23-й год. Свою долю софинансирования мы с вами предусмотрели в корректировке, которая была принята 4 марта. 15 миллионов выделены на реализацию проектов по программе «Вам решать». Кроме того, администрация Сарова создает новое муниципальное бюджетное учреждение «Городской курьер». Напомним, ранее «Городской курьер» был самостоятельным учреждением, но в 2018 году его присоединили к муниципальному унитарному предприятию «Телерадиовещание». Новому муниципальному учреждению будут предоставлять субсидию, которую раньше выделяли ТРВ. Также в этом году выделят деньги лагерю «Березка» на организацию летнего отдыха и разработку проектно-сметной документации на ремонт кровли клуба «Чайка». Екатерина Пенова, Андрей Махмутов, Александр Мальков, служба новостей Сарова, 24. Иностранные производители и дистрибьюторы смогут завозить в Россию препараты в иностранной упаковке, которые предназначались для продажи в других странах. Мера временная наводится до конца года, чтобы увеличить насыщение российского лекарственного рынка. На ввозимые лекарства будут наносить этикетки с информацией на русском языке. Подлежит переводу и инструкция по применению препарата, пишет российская газета. Одновременно правительство предлагает еще ряд мер, которые должны стимулировать как поставки импортных медикаментов, так и собственное производство в России. Так Минздрав предложил механизм пересмотра предельных отпускных цен на жизненно необходимые и важнейшие препараты. Это позволит ускорить процедуру перерегистрации, а цены смогут пересматривать с учетом реального курса рубля к доллару. В результате цены вырастут, но новый механизм позволит сохранить рентабельность и избежать сворачивания производства медикаментов. В то же время в Минздраве продолжают утверждать, что ситуация с лекарствами контролируется, а с препаратами, которая сейчас в дефиците, должна нормализоваться в ближайшее время. Росавиация продлила режим временного ограничения полетов в российские аэропорты Юга и Центральной части России до 1 апреля, сообщили в ведомстве. В частности, полеты пока запрещены в аэропорты Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь и Элиста. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Федеральная налоговая служба сократила срок получения вычетов. ФНС разослала в налоговой инфекции внутреннее распоряжение необходимости закрывать проверки декларации 3НДФЛ до 15 дней. Такая мера призвана ускорить возвраты налогов, пишет Лента.ру. Ранее на проверки по социальным вычетам давалось 3 месяца, еще месяц на перечисление средств. По имущественным вычетам на проверку отводился 1 месяц и 15 дней на зачисление возврата. Всероссийские проверочные работы перенесли на осень, сообщает Рособорнадзор. Они должны были пройти весной, однако теперь ВПР пройдут в период с 19 сентября по 24 октября. Новое расписание обещают подготовить до 5 сентября. При этом на осень решили перенести и те ВПР, которые должны были проводиться в компьютерной форме. Отмечу, что те школы, которые уже провели ВПР, не будут писать их повторно. Достаточно будет корректно внести их результаты в соответствующую систему, отметил глава Рособорнадзора Анзор Музаев. Перенести сроки решили из-за прогнозируемой шестой волны коронавируса в марте-апреле этого года. Сейчас отмечают рост заболеваемости в Китае и европейских странах. Российские библиотеки в этом году получат около полумиллиона новых детских книг. Об этом рассказала министр культуры России Ольга Любимова. Деньги доведены до регионов в полном объеме и уже распределены до конца года. Всего на закупку книг выделено 550 миллионов. В половину этой суммы должна пойти на детскую литературу. Кроме того, в России появится своя ежегодная национальная премия, которую будут вручать в двух номинациях. Детский писатель и художник-иллюстратор. Призовой фонд премии составит 2 миллиона рублей. Хоккейный клуб «Саров» приглашает болельщиков на первую игру финальной серии чемпионата Нижегородской области Высшей лиги. Соперником нашей команды станет старт из Таншаева. Начало матча в субботу, 26 марта, в 15 часов. Прямую трансляцию игры можно посмотреть на канале «Саров-24» и на нашем канале в Ютубе для лиц старше 6 лет. В середине марта из-за резкого повышения температуры воздуха началось активное таяние снега. Есть ли опасность подтопления городских территорий? Какие объекты могут попасть в зону паводка и как Саров готовится к весеннему половодью? Зима в этом году была щедра на осадке. Однако обошлось без серьезных температурных колебаний. Снег выпадал рыхлый и не сильно обводненный, рассказал Владимир Болтов. За февральскую оттепель уровень снега упал почти на 50%, но еще не стаял, а слежался и уплотнился. Сейчас все показатели в пределах нормы и серьезных паводков пока не ждут. Серьезные проблемы могут возникнуть только в том случае, если будет резкое потепление касаемо температур более 10 градусов днем и плюсовых температур ночью. Вот сейчас вы видите, что плюс на солнышке до десятка уже градусов, но это не дает повода к тому, что возможно резкая сход и таяние снега, и сход этого снега, так скажем, в реке, что может привести к паводкам. Паводки сегодня серьезно сдерживает минусовая температура по ночам. В прошлом году весной затопило 270 участков СНТ имени Гагарина. В этом году уровень русла реки Сатис решили понизить для безаварийного паводка. В связи с проводимыми мероприятиями гражданам настоятельно рекомендуют не выходить на лед, а также провести профилактическую работу с детьми. Также сейчас прикладывают все усилия, чтобы избежать подтопления в районе медколледжа. Идет затопление верховыми водами участков дорог и зданий, связанных с таянием снега на территории аэродрома. Площадь большая, но департамент городского хозяйства проводит соответствующие работы. Департамент, то есть ДЭП, тоже также сейчас осуществляет мероприятие по расчистке ливневных канализаций. До 30-го числа должно быть все расчищено. В преддверии паводка проводят ряд мероприятий. Расчищают русла рек, убирают поваленные деревья, проверяют гидротехническое сооружение. Уже идут работы по обколке льда понтонного моста в районе бывшего профтехучилища. В ближайшее время начнут вести круглосуточный мониторинг паводковой обстановки. У нас сейчас как на центральной платине установлены видеонаблюдения, имеются отметки. И мы по видеонаблюдению наблюдаем за уровнем как в нижнем, так и в верхнем бьефе. Далее имеются датчики электронные, которые по информации поступают на умный Саров. Также в этом году гидрологический пост для мониторинга уровня воды установили в верхнем русле реки Сатис. 24 марта – Всемирный день борьбы с туберкулезом. Его отмечают ежегодно по решению Всемирной организации здравоохранения. 24 марта 1882 года был открыт возбудитель туберкулеза – палочки Коха. К сожалению, несмотря на усилия медиков всего мира, болезнь не удается победить. При отсутствии лечения туберкулез прогрессирует и приводит к летальному исходу. В Сарове ежегодно регистрируются случаи заболевания. В 2021 году заболело 4 человека. Показатель заболеваемости составляет 4,1 на 100 тысяч населения. Это в 4,7 раза меньше, чем по Нижегородской области, и в 6,8 раза меньше, чем по России. Инфекция передается воздушно-капельным путем при кашле, чхании, разговоре через вещи, которыми пользовался больной, через молоко больной коровы или яйца. В группе риска дети раннего возраста, пожилые люди, больные, СПИД и ВИЧ-инфицированные. Основной способ профилактики туберкулеза у детей – прививка БЦЖ. Далее для раннего выявления инфицирования детям ежегодно проводят пробу МОНТУ. Во взрослом возрасте каждый год нужно делать фолиорографию. Чтобы предупредить болезнь, врачи советуют вести здоровый образ жизни, отказаться от вредных привычек, полноценно питаться, заниматься спортом и чаще гулять на свежем воздухе. 24 марта отмечают восьмилетие со дня возрождения комплекса ГТО. Популярность движения растет и с каждым днем набирает сторонников. Сегодня участников комплекса уже более 16 миллионов. Свыше 4,5 миллионов россиян носят заслуженные знаки отличия. И число их обладателей растет ежедневно. О том, где можно сдать нормативы ГТО в нашем городе, расскажем далее. С этого года абитуриенты могут получить дополнительные баллы к ЕГЭ не только за золотой значок ГТО, но и за два остальных знака отличия – серебряный и бронзовый. Изменения внесены в приказ Министерства образования и науки России. За значок ГТО будущим студентам могут добавить от 1 до 10 баллов в зависимости от условий приема вуза. Для того, чтобы сдать нормативы, обязательно нужно предварительно оформить медицинскую справку. Справка с указанием физической группы здоровья, физкультурной группы здоровья и пометкой «Допущен до выполнения нормативы ГТО». С первой группой здоровья никаких противопоказаний нет. Если группа здоровья ниже, то желательно еще, чтобы человек сходил к врачу-специалисту, к тому специалисту, по чьей части у него проблемы со здоровьем. Нормативы ГТО может сдать любой желающий – от 6 лет. Последняя возрастная ступень – от 70 лет и старше. Для каждой возрастной группы предусмотрены свои нормативы, обязательные и по выбору. В обязательные нормативы входят наклон над гибкость, отжимания у женщин и потягивания у мужчин, бег на короткую и длинную дистанции. Если вы решили пройти комплекс ГТО, то самый первый шаг – регистрация на сайте gto.ru. После регистрации вы получите свой уникальный номер, который нужно предъявить организаторам мероприятий. Мы выкладываем расписание, дни, в которые мы принимаем плавание, стрельбу, зальные нормативы. И люди просто записываются через форму на нашем сайте и приходят. Но если кому-то очень нужно индивидуально сдать, мы, конечно, прислушаемся и можем принять, в принципе, индивидуально. Результаты каждого испытания можно посмотреть в своем личном кабинете на сайте gto.ru. Также у участников есть возможность передать нормативы. На это организаторы дают определенное время в течение одного квартала. Если человек не успевает за это время пройти испытания еще раз, то в начале второго квартала организаторы уже не смогут поменять участнику результат. Данный норматив у него будет, допустим, не на золото, а на серебро или бронзу. Ну, вот в соответствии с тем, как он его выполнил. И если это один из обязательных нормативов, то можно сказать, что все. Человеку, ну, как бы бронза или серебро пересдать, это уже он не сможет изменить свой знак. Если это какой-нибудь из необязательных нормативов, нормативов по выбору, то есть возможность сдать что-то другое. Выбрать плавание вместо лыж, которые, допустим, не получилось сдать на золото, выполнить и получить таки золотой знак. К сдаче нормативов ГТО человеку нужно подойти со всей ответственностью. Полина Седова отмечает, что участнику лучше заранее подготовить тело к нагрузкам и до начала испытаний поддерживать свою физическую форму в оптимальном состоянии. В Сарове стартовал муниципальный этап «Зарница-2022». Три дня старшеклассники города будут соревноваться в стрельбе, беге, отжиманиях, плавании. Для них пройдет тактический грана местности и смотр строевой подготовки. Подготовка к «Зарнице» – это командная работа, считают ученики 20-й школы. Ребята уже прошли этап стрельбы, сейчас дают физическую подготовку. Бег на короткую длину дистанции, отжимания, подтягивания, метания гранаты. На другой площадке в бассейне «Дельфин» состязаются в плавании на дистанции 50 метров. В том, что достойно пройдут все испытания, ребята уверены. В подготовке участвовали многие педагоги, так как педагог-организатор ОБЖ, учитель истории, наш заместитель директора, социальный педагог, соответственно. И принимал участие педагог-организатор Порошин Евгений Михайлович. Основную часть подготовки он взял на себя. Это и вечерние подготовки. Огромное спасибо ребятам, потому что отдаются, хотят. На муниципальный этап соревнований заявили семь команд из школ города в четырех возрастных категориях. Впереди их ждут еще два дня состязаний. Один из самых сложных и интересных – второй. Ребятам предстоит пройти тактическую игру на местности. Проведут ее на лыжной базе. Участникам подготовили несколько этапов. Минное заграждение, радиационно-химическая зараженность местности, атака переднего края противника. И на третий день комиссия будет выезжать непосредственно в школу из-за ковидных ограничений. И принимать зачеты по строевой подготовке, дисциплине равнения на знамена, сборка-сборка автомата Калашникова, одевание общего искового защитного костюма и написание, тестирование по историческому викторине. Победители состязания представят наш город на областном этапе соревнований. Анна Пилипец, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Продолжение следует...